Итак, чем будет заниматься наша героиня прошлого сюжета уже понятно, потому что сейчас ближайшая неделя выходной, и, конечно же, из дома лучше не выходить, а более интересные предложения нам сейчас озвучит Кристина Твердоступ. Кандидат психологических наук, здравствуйте, доброе утро, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Итак, у многих паника на самом деле, потому что такое только на Новый год бывает. Президенты выступают по телевизору, и потом неделя выходных. И, честно говоря, люди за неимением информации много начитались в интернете, например, не знают, что делать, что думать, чем заниматься, как вообще существовать в таких условиях. Ну, это вы совершенно правильно говорите. Первое, что необходимо, конечно же, немножко дозировать информацию, которую мы получаем, и средства моего информации, из интернета в том числе. И, с другой стороны, это очень правильное решение, потому что вообще само понятие паника, оно очень такое имеет тенденцию эмоционального заражения. И чем больше у меня рядом людей, с которыми я функционирую, коммуницирую, следственно, тем больше это передается их состояние, передается мне. И, конечно же, вот эта некая такая изоляция, она даст возможность достаточно и продуктивно провести время. У нас колоссальное количество онлайн сейчас ресурсов. Вы были в Лувре? Нет. У вас есть прекрасная возможность посетить Лувр, да? То есть у нас большое количество дистанционных материалов, вебинаров, семинаров, которые дадут возможность реализоваться с точки зрения, может, вашего личностного роста, да? Может, вы хотели что-то освоить новое. Но, с другой стороны, развлекательных большое количество же мероприятий, да? То есть тут еще очень важна градация возрастная. То есть или мы говорим о детях, или мы говорим о взрослых людях, или мы говорим о пожилых людях. И согласитесь, что в последнее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас нехватка времени на какие-то важные, ценные, значимые, даже наши личные, интимные какие-то определенные дела. И, следственно, это время можно тоже прекрасно провести для того, чтобы сделать то, что у вас было давно запланировано, но не было возможности с точки зрения временной категории. Правильное питание – это тоже очень важно на самом деле. Кристина, как вы считаете, как упорядочить время провождения, допустим, взрослого и ребенка на одной территории? Распорядок дня. Было бы, конечно, замечательно, если бы человек уже изначально знал, чем он будет заниматься все это время. И если у вас на каждый день будет определенный план, то есть это как бы систематизирует и психику в том числе, и вам будет более комфортно проводить это время и более результативно. Не хаотично, а именно систематично. Мне кажется, если человек будет просыпаться часов 11, потом просыпать в час ночи будет... Да, это совершенно неправильно. Конечно, да. И, конечно же, внешний вид. Вот это вот своего рода, знаете, вот все-таки нужно держать себя в форме, да, умываться, делать прически, делать макияж, да, одеваться в какую-то определенную одежду, не халатики и так далее, да, комфортную. Это немножечко тоже структурирует и даст возможность внутренней собранности, что необходимо, конечно. Знаете, тоже вот, допустим, когда активный будний, там, ну, просыпаешься, нужно бежать на работу к 6 утра, не успеваешь там делать зарядку, но тут времени будет больше. Да, конечно. Насколько актуально вообще именно следить за своей физической формой и стоит ли на этом скидывать внимание? Конечно, обязательно. Потому что, по сути, как бы, ну, как мы знаем, сознание и тело – это единая часть системы. И, следственно, то, что у вас во внешней среде происходит, то, что у вас в физической среде происходит, в вашей телесной в том числе, это очень сильно будет влиять и на эмоциональное состояние. А вот как вы думаете, на эмоциональное состояние не сильно ли отрезательно отразится то, что человек будет меньше контактировать с другими людьми, потому что, ну, все равно ты в окружении видишь свою семью и стараешься по минимуму выходить в магазин? Ну, в наше время дистанта, онлайн-ресурсов, коммуникаций, то есть, да, вы согласитесь, что контактировать можно совершенно просто на другом немного уровне. Мир меняется, и, соответственно, мы тоже должны изменяться и идти в ногу с этим временем. И понимать, что это необходимое, необходимые условия для достижения хорошего результата всей изменить страны. Можно вспомнить свои хобби, да, старые, например, заняться этим. Как вы правильно уже сказали, иногда не хватает времени просто на себя, потому что вокруг сплошная работа, и некогда даже заняться своим любимым делом. Наконец-то мы увидим своих близких, не только утром и ночью. Это точно. То есть мы можем поговорить, мы можем пообщаться, мы можем заняться рисованием, мы можем заняться музыкой, да, то есть, ну, колоссальное количество ресурсов, резервов, наконец-то можно просто почитать. Ну, расскажите, ну, какой у вас план на ближайшее будущее, на неделю, и что, может, вы планируете почитать, чем заняться? Ну, во-первых, я планирую посетить Лувр, как я вам уже сказала. Онлайн, да? Да, обязательно, да. Во-вторых, я дистанционное обучение прохожу сейчас, я записалась на очень интересные курсы по рациональной и эмотивной терапии, есть такое направление. И, конечно же, дистанционно будем работать, потому что у нас есть необходимые дела, и научные, и методические, и та работа, которую мы все-таки обязаны организовывать. Соответственно, конечно же, развлекательные мероприятия обязательно. Обязательно рисование, обязательно музыка, обязательно... Вы играете на чем-то или поете, или слушаете? Ну, как? Мы поем. Замечательно. В общем, я напоминаю еще один полезный совет, который психолог Кристина нам озвучила, это следите за собой и будьте всегда хороши дома, ну, как минимум для того, чтобы радовать свою супругу или мужа.